На следующую встречу нас пригласила ее организатор Наталья. Ее история во многом схожа с историями семьи, детям в которых поставили диагноз детский церебральный паралич. Сначала нужно было просто принять ситуацию, потом искать свой путь оздоровления. И вот на этом пути Наталья пришла через многое. В конце концов пришла к мысли создать сообщество МАМ, а со временем информационный портал, где можно было бы обмениваться опытом, получать онлайн-консультации специалистов и просто поддерживать друг друга. И вот как было положено начало этому. Горячий чай, печенье, приятная атмосфера. Для мам особенных детей просто провести полчаса в таком режиме уже событие. Собрать тамбовских родителей, воспитывающих малышей с ДЦП, решила Наталья Михайлова. Несколько лет назад девушка уехала работать в Москву. Два года назад стала мамой Алеши. Жизнь с особенным ребенком изменила ее саму. Поменять уклад, освоить оздоровительные методики, которые мама может применять дома, научиться стучаться в любые двери и искать свои пути реабилитации. Хотела бы ими поделиться с родителями, особенных деток в Тамбове, чтобы, возможно, им помочь, чтобы они через это не проходили, а сразу выбирали правильный путь в реабилитации, в настрое и в принятии ситуации. Идея создать сообщество МАМ появилась со временем. Недостаток информации Наташа ощутила, когда сама искала методики оздоровления. Было сарафанное радио, были группы в социальных сетях, был опыт родителей, с которыми она знакомилась в больницах. В Тамбове на встречу пришло около двух десятков мам. И каждая тоже со своим опытом, со своей историей. Татьяна уже 9 лет воспитывает дочку Ксюшу. Она уже знакома нашим зрителям. Сейчас Ксюша отличница и староста класса. При этом первые шаги девочка с ДЦП сделала всего 3 года назад. Я думаю, что это очень здорово, что мы собрались, что мы поделимся опытом, что-то каждый для себя откроет. Возможно, мы объединимся и сделаем что-то общее. Это будет интересно и, главное, это будет результат для наших детей, результативно. Что-то, может быть, получится такое, чего нету в Тамбове, где бы мы могли получать и помощь, и как физическую, так и информационную. В общем, я думаю, что встреча не пройдет, в общем-то, напрасно. Обмениваться опытом, знаниями и контактами необходимо. С этим согласны все мамы особенных детей. И полноценный портал, где можно будет не только общаться, но и проводить вебинары, получать онлайн-консультации специалистов, должен начать работу. Его действительно ждут. Сейчас он проходит под кодовым названием Rehab TMB. Я надеюсь, что так оно и будет. И он будет включать в себя очень много направлений. Это будет и диагностика, и лечение, терапия, и реабилитация детей. И, безусловно, вторая очень большая часть – это поддержка родителей. Потому что, как правило, родители их забывают об их нуждах, о том, что у них жизнь тоже одна. И все, в общем-то, должны быть счастливы. И наши дети, и родители в том числе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова